Добрый день, Олег. Спасибо большое, что нашли возможность снова ответить на вопросы, тем более, что я уже подвела технически вас один раз. Надеюсь, у вас все в порядке и вы все в порядке. Добрый день. Техника иногда подводит, люди не подводят, техника подводит. Так что будем надеяться, что в этот раз все будет хорошо. Мы сильны нашими украинскими людьми, это я теперь точно знаю. Первый важный вопрос. Скажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас в Мариуполе? Всего несколько дней назад. Вы слышите меня сейчас? Все в порядке? Только что пропадало. Еще раз вопрос повторите. Да-да-да, пропадала только что связь. Да-да-да, вот вопрос, пожалуйста, повтори. Несколько дней назад еще Мариуполю предлагали сдаться, ну, наши оккупанты, наши в кавычках. И азовцы говорили, что у них нет оружия, нет боеприпасов, их нужно деблокировать. И вы мне говорили, что это невозможно. Сейчас считаю, что они отвоевали себе трофейное оружие, много перемолотили оккупантов. И не только азовцы, там еще другие подразделения защищают Мариуполь. Какова ситуация в Мариуполе сейчас? И в целом, что вы думаете о гипотетической возможности деблокады Мариуполе сейчас? Деблокирование? Ну, я так понимаю, что действительно войска, которые, или силовые структуры, которые обороняют Мариуполь, получили некую подпитку за счет трофей врага. И, кстати, даже был потоплен патрульный катер российский, который причалил там в районе Мариуполя. То есть, я так понимаю, что силы и средства на сегодняшний день есть продолжать оборону города. Вопросы блокады, скорее всего, будет решаться где-то на другом направлении, а именно для того, чтобы заставить российские войска снять часть сил с Мариуполя. Вот, скорее всего, так будет решаться, потому что, ну, сейчас туда снаряжать конвой пока что проблематично. Вот, поэтому будем надеяться и продолжить свою героическую оборону. Они уже, кстати, ну, наверное, такой символ стали, как Брестская крепость. И они просто стоят, и никакие силы не могут их оттуда выбить. Это заслуживает уважения к их защитникам. Ну, мы будем надеяться, что мы какие-то меры предпримем. И отправить туда хоть какую-то помощь. Там медикаментов, боеприпасов и свежих сил. Немножко плохо со связью, мне кажется, некоторые слова терялись. Но я поняла, что Мариуполь, нет надежды в ближайшие дни у оккупантов захватить. Я правильно поняла? Да, я так думаю, что сил и средств недостаточно. Даже тех огромных, которые брошены российскими войсками на Мариуполь, недостаточно для того, чтобы взять в уровень. Поэтому мы пока продолжаем его удерживать. Второе очень важное направление, куда, судя по всему, они сейчас направили все усилия, ну, и оно и было самым важным, это Киев. Я получила сегодня информацию, что очень сложная ситуация в Борисполе, в Василькове. Можете ли вы как-то обрисовать происходящее вокруг Киева? И какая обстановка? Нет, у нас, да, они начали некоторое движение в районе Борисполя, то есть от Броваров вот эта группировка повернула на Борисполь. Сегодня был обстрелян Борисполь, но, в принципе, мы сдерживаем там их действия и стараемся их максимально оккупировать. А вот в треугольнике Бородянка, Макаров, Буча, здесь фактически мы с трех сторон поджали эту группировку и, в принципе, контролируем ситуацию. Поэтому я бы не сказал, что Киев на сегодняшний день это представляет угрозу городу, вот это движение войска. Нет, этого нет. У нас есть зона операции объединенных сил, вот там действительно на сегодняшний день до сих пор продолжаются атаки наших позиций. На отдельных участках, но атаки наших позиций все равно продолжаются. Вот здесь я считаю, что у них направление номер два после Мариуполя. Мариуполь, кстати, уже стал, я бы уже, наверное, отнес больше к политическим целям и задачам войны, чем к военным. Потому что здесь уже больше играет именно эффект самополитика вокруг этого города. Устоит он или не устоит. А вторым направлением, опасным направлением, я бы назвал зону операции объединенных сил. Донецкое направление. Донецкое и Луганское иногда попадают в связь. Донецкое и Луганское. Донецкое направление. Это города, там где вот Краматорск, Северодонецк, вот там, да? Луганское и Донецкое область. Нет, нет, смотрите, Славянск и Краматорск, Севернее, это Луганское направление. А вот Волноваха, это Донецкое направление. Вот в районе Волновахи, Донецк-Волноваха. Вот там идут самые ожесточенные бои на сегодняшний день. Связь немножко подводит. Скажите, пожалуйста, как меняется их стратегия? Теперь они переходят больше на осаду городов, насколько я понимаю, да? И они надеются таким образом окружив побольше городов, создав проблемы мирному населению, чего-то добиться. Я сказал, что они пытаются, новых никаких окружений нету. К новым городам они практически не продвинулись нигде. Они поменяли мой войны. Воюют не столько с вооруженными силами Украины, сколько с гражданским населением. И ставят себе одну из главных задач. Это убийство гражданских и разрушение нашей гражданской инфраструктуры. Вот это поменяна стратегия. То есть главная стратегическая стратегия как можно больше нанести урона вот в этих двух направлениях. Гражданские лица убийства и разрушение гражданской инфраструктуры. На втором месте уже идет борьба с вооруженными силами Украины. Здесь они реально проигрывают, и поэтому они не особо уделяют внимания. Они пытаются либо закрепиться на тех позициях, на которых мы остановили, и окапываются, кстати, вот это было больше свойственно киевскому направлению. Вот они там уже начали рыть окопы для себя и для танков. А вот направление, допустим, тоже Донецкое направление, Мариуполь, возле Херсона они уже окапываются. Это гуляя в поле, остановленные на подступах к Кривому Рогу. Не добрались. Вот она... Там это самое... Вот примерно я бы так расставил приоритеты в сегодняшней войне. Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что в ближайшее время мы получим все-таки ПВО, и будет ли у нас какое-то противоракетное оружие? И, может быть, еще скажете что-то об этом сверхкрутом, модном оружии, которое нам обещают вот эти вот самоуправляемые бомбы, или же, иначе говоря, дроны-камикадзе, что-то еще мы очень модное, очень крутое надеемся получить, что, например? Смотрите, вероятность получения систем ПВО растет с каждым днем. Во-первых, решения нет. Вот. Алло. Да-да-да. Связь очень плохая, к сожалению. Может быть, мы можем идти в какое-то другое помещение, потому что раньше мы разговаривали, у вас был, по-моему, интернет лучше. Нет? Это. Ну, вот это самое лучшее место, где ловит интернет. Вот я хорошо разговаривал с Ригой, в принципе, связь была хорошая. А сейчас вот немножко просело. Смотрите, что касается систем ПВО, то, во-первых, решения нет. А во-вторых, уже даже Словакия получила альтернативу. И они закрывают свое небо комплексами ПТРИОТ, которые им доставили из Бельгии и Германии. Поэтому вопрос получения нами систем С-300 – это вопрос нескольких дней. Вот мы усиливаем ПВО. Плюс 12 стран подписали такое совместное. Что это? Это советское еще ПВО, да? Да, это система советского образца. Нам не надо переучивать расчеты. Мы просто разворачиваем и включаем и работаем. Ставим на боевое дежурство. Плюс 12 стран Европы и мира подписали такое совместное коммунике, чтобы разработать кратчайшие сроки программу усиления системы ПВО страны Украины. Так что здесь мы еще собираемся получить помощь. Ну и очень тоже ноу-хау, как для нас, это то, что в перечне оружия, которое объявил Джо Байден во время выступления в Конгрессе, он перечислил в том числе и так называемые дроны-камикадзе, то есть барражирующие боеприпасы. Они называются на военном языке. Действительно аналогов пока в мире очень мало, только самые развитые страны могут себе это позволить. В чем особенность? Особенность в том, что этот дрон запускается, он одноразовый, он не возвращается, и он может либо поразить цель сразу, если он ее нашел, либо он может зависать в воздухе до 30 минут в ожидании, пока цель появится. Вот такая вот очень интересная штука в плане нового поколения беспилотников для борьбы с бронированными объектами. Это не просто для них там, для этих дронов. Поэтому мы надеемся... Огромное количество, несколько сотен штук, и это вполне как бы эллинированными целями противника. То есть это именно противотанковое средство, только уже нового поколения или, так скажем, нового типа. Вот я бы так, наверное, назвал. А поколения у них одинаковые. Еще вели нам с НЛАУ, когда работают в автоматическом режиме, по принципу пустил и забыл. Как только цель захвачена, нажали пуск, и боеприпас пошел. Все, дальше уже фотооператора на этом заканчивается. Да, дело сделано. Мы получим этих дронов, там, как сотен? Ну, насколько я помню, там было указано, по-моему, 800 штук. Это довольно достаточное количество для того, чтобы усилить нашу противотанковую оборону. А вот эти 12 стран, которые обещают нам помочь, это имеется в виду, они частично перекроют наше небо за счет своих систем или нет? Нет, нет, нет. Смотрите, ну, давайте так, давайте один раз и навсегда объясним нашим зрителям о том, что ни одна страна мира не будет ввязываться в этот конфликт, особенно, которая состоит в НАТО. Почему? Потому что хотя бы одна страна, если вступит, это будет уже мировая война. Потому что все НАТО в этом случае вступает в войну автоматически. Кстати, именно этого добивается постоянно Путин. Он не хочет, для него очень унизительно садиться за стол переговоров с нашим президентом. А именно этого добиваемся мы и добивается Запад. А он хочет поднять уровень войны на мировой, чтобы с ним разговаривал Байден, главы стран членов Большой Семерки. А ему показывают, что его место – это уровень третьих стран. Поэтому никто не будет. Но они сейчас займутся именно вопросами тихого оснащения наших систем. Вполне возможно, это будет сопровождаться передачей нам ни о каких-нибудь западных и НАТОвских не идет речи. Потому что нам надо будет переучиваться. А это огромное время. У нас времени сегодня нет. Все-таки связь пропадала. Повторите, пожалуйста, еще раз. Что они нам передадут, эти 12 стран? Они займутся, эти 12 стран займутся техническим переоснащением нашей системы ПВО. И вполне возможно, что в этом контексте нам будут переданы некоторые образцы вооружений систем ПВО советского образца. На импортные мы пока не рассчитываем, потому что переучка расчетов займет очень много времени. Но наша главная все же проблема, если не ошибаюсь, это ракеты противника. А чем мы можем защититься от их ракет? Ну, тем же комплексом С-300. Комплекс С-300 разрабатывался в Советском Союзе как первый элемент системы ПВО противоракетной обороны. И он реально может бороться в нашей стране, в нашем небе. Единственное, что его... Ну, довольно низкие... То есть радиус всего 60 километров. По импокетам полетам больше 200. Алло? Да-да-да, опять было немножко не слышно. То есть эти С-300 — это не ПВО, это ПРО. Правильно понимаю? Ну, смотрите, будем так говорить, что комплексы С-300 — это первое поколение противоракетных комплексов. Первое. Когда ПВО-шный комплекс имел возможность бороться с ракетами в воздухе. Вот именно поэтому он для нас на сегодняшний день ценен. Ну, судя по тому результату, который мы имеем в нашем небе, то, в принципе, 300-й комплекс довольно неплохо справляется даже с самыми современными российскими ракетами. Я имею в виду калибры те же, баллистические ракеты комплексов «Искандер». Все потихонечку сбивается. Не 100%, но сбивается. И последний вопрос на сегодня очень важный. Мы с вами в прошлый раз говорили, но наши зрители об этом не узнали, на ту тему, когда может закончиться война. И вы сказали очень оптимистическую вещь, что это может занять всего два месяца. Могли бы вы сегодня это либо подтвердить, либо опровергнуть и обосновать? Но не два. Я могу сказать несколько месяцев. Несколько. Так вот, я сказал. Почему? Потому что... Да, несколько месяцев. Почему? Потому что Российская Федерация реально сегодня не готова вести затяжную войну. У них экономика останавливается, а они переходят на военные рельсы. У них... Они не могут себе позволить такой роскоши, как объявить всеобщую мобилизацию. Они пытаются провести скрытую, которая, естественно, не дает того результата, который им нужен. Поэтому есть надежда на то, что за несколько месяцев мы можем разрулить этот конфликт. И самый-самый последний вопрос. Правда ли я понимаю, что запрет на посадку комплектующих, вот эта ситуация с БОЖ, когда обнаружили, как они используют детали двойного назначения, она может привести к тому, что в ближайшее время они не смогут даже военный свой потенциал содержать в том виде, чтобы понимать? В ближайшее время нет, но в более длительной перспективе да. Дело в том, что Российская Федерация, как всегда, наплевала на международные правила или на международные нормы. Поэтому вот тот запас запчастей, которые они накопили на складах, к сожалению, они будут дальше продолжать использовать. И запрет на использование со стороны компании БОЖ, и для них это пустые слова и ничего не значащие. БОЖ не сможет проконтролировать. Поэтому, но в перспективе там нескольких месяцев, да, действительно, ну вот, например, Уралвагонзавод, основной танкосборочный завод России, который, кстати, полгода уже работал в режиме 4 рабочих дня, и в одну смену, а не в 3. А в Казахстане... А в Казахстане... Олег, очень жаль, к сожалению, ничего не было слышно. Уралвагонзавод, который полгода уже работал 4 дня в неделю, и вместо трех смен выводил только одну. В конечном итоге, вот он на днях остановился полностью. Причина остановки – отсутствие комплектующих для сборки бронетанковой техники. Вот вам, пожалуйста, реальный пример действия западных санкций против Российской Федерации. Спасибо вам огромное за содержательный ответ. Надеюсь, в следующий раз будет лучше у нас связь, интернет будет получше. Всего доброго, будьте, пожалуйста, здоровы. Пока. До свидания.